И не стали возбуждать уголовное дело о сносе забора на Троицком кладбище. Ограждение было около 150 лет. Напомню, наказание грозило чиновникам мэрии за уничтожение объекта культурного наследия. Но признаков преступления так и не установили. Теперь полицейские собираются проверить сотрудников городминистрации на превышение должностных полномочий. Сегодня вице-мэр Владислав Лунов сообщил, что в этом году забор будет восстановлен. Конечно, кладбищу обязательно нужен забор. Обязательно нужен в том историческом формате, который он был в предыдущий период у нас существовал. Та задача, которая у нас была и ставили мы в прошлом году, это устранить аварийные автомобили. Там, где кирпичная кладка разрушалась и представляла определенную опасность. Здесь этот вопрос был решен. Но теперь вопрос восстановления стоит перед нами острым. И это прекрасно понимаем. Рассказал Логинов и подробности о строительстве Красноярского крематория. Сейчас инвестор проходит экологическую экспертизу. Печи, которые устанавливаются в крематории, требуют охранных зон. После этого компания получит разрешение на строительство и сможет начать работы на Бодолыке. Стройка займет минимум 12 месяцев. Продолжение следует...